Рада вас приветствовать в Азербайджане. Спасибо большое за то, что согласились на интервью и и уделили нам время своем плотном графике. Добро пожаловать в Баку. Спасибо большое. Вы в своем выступлении на официальном открытии отметили, что вы уже второй год приезжаете на Бакинский глобальный форум. И учитывая, что тема форума новые вызовы перед внешней политикой. Новая внешняя политика. Вы там сказали очень такую фразу, что новая внешняя политика. Ее основу должны составлять национальные интересы. Нас поймут, нас поддержат. Ну, во-первых, я очень рад сегодня опять быть здесь в Баку. Я очень хорошо знаю наши двухсторонние отношения между Молдовой и Баку, потому что в свое время, будучи первым вице-премьером и министром экономики Молдовой, я руководил межправкомиссией между нашими странами. А на форуме уже второй год подряд. Я хочу вас поздравить с тем, что Баку становится международной площадкой для обсуждения очень важных вопросов, которые касаются внешней политики и вопроса безопасности. Тема этого форума, новая внешняя политика, я думаю, что это вызов для любой страны. Тем более в ситуации, когда очень много геополитических изменений за последние годы, очень много проблем возникают геополитических, очень много напряжения. И, конечно, маленькие страны, такие как Молдова, как Азербайджан, пытаются найти свое место во всем этом геополитическом хаосе, можно назвать. И я не случайно сказал и заявил о том, что я считаю, что место любой страны, а тем более наших стран, в геополитическом плане должна основываться на национальных интересах. Потому что, как только мы пытаемся играть на сторону какого-то геополитического игрока, большого, то это сразу может создать серьезные проблемы для решения национальных проблем. Поэтому я настаиваю, что национальные интересы должны всегда быть основными в любой повестке международной. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Молдовой были закреплены в 1992 году. Как Вы сегодня оцениваете отношения между Азербайджаном и Молдовой? У нас очень динамично развиваются отношения дипломатические. У нас десятки соглашений подписаны, экономические отношения неплохие. Торговля маленькая еще, несколько миллионов долларов. Это очень мало для потенциала наших стран. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы проведем заседание Межправкомиссии между нашими странами и дадим новый толчок к двусторонним экономическим торговым отношениям. Вы неоднократно говорили по поводу торгово-экономических отношений. В прошлом году было заявлено, что пройдет заседание Межправкомиссии до конца 2018 года. Сейчас как? Когда нам ожидать? В прошлом году у нас все были в преддверии избирательной кампании. Предвыборная лихорадка, если можно ее так назвать. Выборы у нас состоялись месяц назад, 24 февраля. И сейчас идет формирование правительства. На этих выборах пропрезидентская партия социалистов победила, взяла первое место, но нету парламентского большинства. Сейчас ведутся переговоры по формированию парламентского большинства. Мы сегодня говорили с господином Алиевым, что было бы неплохо, если он найдет время и примет мое официальное приглашение, чтобы посетил официальным визитом Республику Молдова до конца этого года. Нам нужно открыть важный социальный объект на юге страны, который финансируется за счет Азербайджана, Гагаузии. И я очень надеюсь, что в этом году, во второй половине, после того, как у нас будет сформировано правительство, будет новый состав межправ комиссии. Господин Алиев, господин президент, приедет в Молдову, мы проведем и двухстороннюю встречу, и проведем заседание этой комиссии, дадим новый толчок экономике и торговой. Еще один заключительный вопрос, тоже по поводу торгово-экономических отношений. Вот если брать торгово-экономические отношения, вы сказали, что есть потенциал, и потенциал огромный, и не используется до конца, и торговый оборот сейчас объемы не устраивают обе стороны. В каких отраслях, в каких сферах сегодня есть ниши? Я думаю, что интересно и нам, и нашим партнерам из Азербайджана от энергетика, это использование потенциала Молдовы для того, чтобы проникать на другие рынки. У Молдовы есть беспошлиная торговля и с Европой, и с СНГ, и с Турцией. Я думаю, что это хорошая площадка для того, чтобы двигаться из Молдовы на другие рынки. Спасибо вам большое, господин президент, за то, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Прежде всего, я хотел бы, отметить очень высокий уровень организации форума. И, конечно же, и речь Ильхам Гейдарыча, уважаемого президента Азербайджана, руководителей ряда других государств. Они были преисполнены, прежде всего, размышлениями о том, как в новых условиях в современном мире выстроить взаимоотношения между государствами таким образом, чтобы можно было сопрягать национальные интересы с интересами соседей, интересами региона и мира в целом. То есть, другими словами, не навредить. Действительно, мир достаточно стремительно меняется. И мы видим, как в последнее время кристаллизуются новые современные международные отношения. Это очень болезненный процесс. И это видно, прежде всего потому, что меняется геополитический ландшафт, меняются центры притяжения. И сегодня, безусловно, можно говорить только о многополярной составляющей политики. Закрываться в своих национальных квартирах невозможно, потому что глобальная экономика этого не даст. Вот. Одновременно, одновременно, и это очень важно, об этом сегодня тоже говорили, необходимо выстраивать таким образом свою национальную политику, с тем, чтобы все-таки она могла, не ущемляя собственных интересов, вписываться в тот тренд, который в настоящее время диктуется современностью. Безусловно, если говорить о Азербайджане, уважаемый президент Алиев, он очень точно обозначил место Азербайджана в таком обширном регионе Евразии, я бы сказал. Но надо иметь в виду, что сейчас в связи с тем, что очень активно развиваются транспортные коммуникации, развиваются новые коридоры, в том числе не надо забывать, так сказать, о инициативе председателя КНР, который выдвинул ее 5 лет тому назад о формировании экономического шелкового пути. Ну, сейчас она уже превратилась в такую глобальную инициативу «Один пояс, один путь», которую поддерживает более 100 стран и международных организаций, включая Азербайджан. Вот это вот единая как бы система, сквозная система движения товаров, услуг с востока на запад и с запада на восток. Но чудес не бывает. И поэтому вот формирование этих транспортных коридоров, оно скорее всего, так сказать, будет продолжаться всегда и со своими ответвлениями, точно так же, как это было во времена Великого шелкового пути. Поэтому, безусловно, роль места Азербайджана в вот этой системе, глобальной системе транспортной взаимосвязанности или инклюзивности, как сейчас любят говорить, будет, безусловно, очень большой. Мы с вами встречаемся в кулуарах 7-го Бакинского глобального форума. Тема форума – это новая внешняя политика. Сегодня очень много говорилось о том, какие вызовы стоят перед внешней политикой. Обсуждения проходили в рамках панельных сессий, в формате панельных сессий. Вы принимали в них участие. Так какие сегодня, по-вашему, стоят вызовы перед внешней политикой? Ну, я прежде всего хотел бы поздравить моих азербайджанских братьев с проведением такого масштабного мероприятия. Я это второй раз на таком форуме, и динамика очень положительная по количеству. Самое главное – по качеству участников. В мире не так много площадок, где люди вот такого высокого уровня в виде действующих глав государств правительств, бывших глав государств правительств, экспертного сообщества обсуждают действительно глобальные проблемы современного мира. Я подчеркнул бы здесь слово «качество». Мы можем услышать очень много разных разговоров и в интернете, и в прессе разное, и так далее, в средствах массовой информации. Здесь собрались очень высокообразованные, опытные люди, которые говорят очень точные вещи. Можно научиться выполнять действительно современные тенденции мирового развития. Включая вопросы внешней политики, то есть как государства взаимодействуют с окружающими их, другими государствами, взаимодействуют, соперничают и так далее. И важно понять тенденции. То есть мир быстр, сейчас развивается быстро. И очень много, как вы знаете, вот так называемых фейк-ньюс, которые очень трудно фильтровать многим людям. Но здесь, поскольку люди очень авторитетные, здесь можно получить действительно такую очень глубокую, качественную информацию о том, что происходит и что может произойти в будущем. Это важно вообще для стабильности, для правильного развития мира. Ну вот смотрите, во время официальной церемонии открытия глобального Абакинского форума, там прозвучал такой тезис, что внешнюю политику нужно формировать, новую внешнюю политику, основываясь на национальных интересах. Как вы думаете, не приведет ли это к хаосу своеобразному, если только каждая из стран будет учитывать свои национальные интересы? Ну, основа всего – это национальный интерес стран. Но это совсем не означает эгоистичное отношение к оставшимся миру, да? Иначе будет самоизоляция. Ясно, что есть соседи. Кроме соседей ближайших географически, их еще супердержавы, которые тоже являются соседями, хотя они далеко где-то там. Здесь нужен диалог, что мы понимаем как общей ценности и в чем мы расходимся. И как сблизить, предположим, интересы. То есть национальные интересы накладываются на интересы других. Когда вы хотите с кем-то подружиться, вы же не обязательно настаиваете, что вот так я хочу, так и будет. Редко такая позиция приводит к успеху, да, в дружбе. Вы иногда слушаете, да, что там кто-то вам хочет сказать. Через себя проходите и потом или находите контакт, или не находите. Вот это происходит и между государствами. Ну, конечно, труднее, чем личность, да? Да, а если брать отношения наших стран, Азербайджан и Кыргызстан, вот как вы оцениваете, на каком уровне они находятся? Нет, ну, во-первых, мы родственники. Мы говорим на одном языке фактически. Это мы, у нас единая история. Никто с этим не спорит. Есть проблемы, связанные с географией. То есть мы все-таки далеко. И вот Каспий, он, ну, как-то рассоединяет сухопутный подход. Хотя сейчас, благодаря вашему правительству и Казахстану, и другим, так сказать, странам, которые Каспий объединяет, он стал, собственно, морем дружбы, торговли. Сейчас паромные всякие интересные вопросы. Поэтому мы стали ближе. Вот у нас общая история, общая религия, общая культура со Средней Азией. Естественно, вот через Каспий надо взаимодействовать. Как торговать? Не должно быть политических проблем. В этом плане все идет в нужном направлении. Наши главы государств встречаются. Вот уважаемый президент Алиев был у нас на играх кочевников, на саммите там тюркоязычных государств. Очень успешно прошел. Все были президенты. Теперь очередь нашего президента посетить вашу прекрасную страну. Таких политических вопросов нет. Надо просто глубже развивать отношения. Мы еще затронули экономические вопросы. То, что урегулирован правовой статус Каспийского моря, торговые отношения. Сегодня очень много говорилось о том, что Азербайджан уже реализовал свою идею по поводу превращения в транзитный транспортный хам. Масштабные энергетические проекты, транспортные проекты. Азербайджан становится частью такого глобального проекта, который инициировал еще Китай. Один пояс, один путь. Такой шелковый путь. И от него выигрывают все страны. В том числе открытие было Баку-Тбилиси-Карс. Как вы видите развитие дальнейших отношений? И как вы считаете, устраивают ли сегодня страны? Кыргызстан устраивает тот объем торгового оборота, который с Азербайджаном? Ну, наверное, он недостаточен. Ну, я цифры не все помню, но он очень скромный между странами Центральной Азии и странами Кавказа. По понятным логистическим вопросам, да? Ну, через паромную переправу, там вот Казахстан очень активно, я знаю, они... А, соответственно, через Казахстан мы готовы, так сказать, тоже двигаться в этот транзитный коридор. На самом деле, вот, упомянули Шелковый путь, это же был старый Шелковый путь в Средние века, когда... Был, караваны когда еще шли. Наши регионы был самый процветающий в мире благодаря вот тому, как вы сказали, транзиту между Китаем и Европой. И сколько здесь мыслителей, философов, ученых творило, да? Ну, задача максимум пойти по подобному пути с учетом возрождающегося Китая, его желание построить новый Шелковый путь на Европу. Конечно, вот эти вы, как вы говорите, транзитный потенциал, он будет востребован и будет, значит, работать. Другое дело, что есть конкурентные такие траектории, да, например? Да, конкретные траектории. Но... Рассматриваются грузы из Индии в Европу, из Китая в Европу. И сейчас еще вот этот вызов перед внешней политикой торговые войны, об этом тоже очень много говорилось. Надо просто вот изучать, встречаться, ездить, обсуждать бизнес-проекты, политического контакта, и все будет хорошо. Очень я рад, что Азербайджан очень динамично развивается вне углеводородного бизнеса, что у вас частный сектор, он не подвержен голландской болезни какой-то, да? Это вот видение вашего руководства очень мне симпатично, да? И вот, ну, нужно больше, значит, вот контактов, то, что мы сейчас и делаем. Ну, больше контактов. А в каких еще сферах? То есть, какие сферы необходимо развивать? В политике все понятно, все хорошо. В экономике не весь потенциал используется. Какие сферы вы еще видите? Какие ниши для партнерства еще видите, помимо вот транспорта, транзита, торговли? Максимальные контакты во всех сферах. Во всех сферах? Да, во всех, возможно, включая культурно-гуманитарное направление. Народы, люди должны знать, глубже знакомиться, ездить, встречаться. В этом плане очень важно вот какой-то, значит, контакт через транспорт, например, воздушное сообщение. Прямого у нас нет. Мы улетим сначала в Стамбул, потом обратно. Ну, это не очень нормально, потому что трафика еще нет такого широкого. Ну, будет. Сейчас у нас в Центральной Азии очень хорошо идут свои интеграционные процессы. Мы сами начинаем друг с другом еще лучше взаимодействовать. А тут совсем рядом из Азербайджана есть, например, совет глав государств тюркоязычного мира. Встречаются наши руководители, получают информацию, думают, как дальше действовать. И вы правы, в плане транзита, вот то, что вы говорите, на Турцию у вас прекрасно, через Грузию, Черное море и так далее, энергетические коридоры, транспортные, телекоммуникационные, всякого рода. Теперь вот в Средней Азии надо еще, чтобы это все срослось. Обязательно, все. Да? Да. С вашей помощью. Все получится. Помогайте. Мы в этом уверены. Ну, и говоря, конечно, об открытии прямого авиасообщения, о котором вы сказали, ну, это еще последует, за этим последует, конечно, рост туристического потока, развитие туризма между странами. Трафик. Да. Просто так летать пустые самолеты не будут. Нужно, чтобы люди общались, встречались, торговали, наслаждались общением и так далее, туризмом занимались. Да. У вас прекрасно там, в Средней Азии тоже. Вот вы наверняка не были там. Не была. Вот говорят, что у нас нравится вашим коллегам. Да, я уверена, что я уверена. У нас есть азербайджанская диаспора, живет в Кыргызстане, я знаю много. Ну, а что мешает? Вот вы говорите, нужно раскручивать. Далеко. Далеко. Да. Ну, если бы там было море, которое, значит, как-то соединялось бы. Здесь все-таки... Но сейчас в современном мире же это все не преграда. Нет, ну, например, прилететь Баку. Да, о чем мы говорили. Ну, грубо говоря, требуется не 3 часа, например, а 8 часов. Ну, ничего страшного. Ну, все равно какие-то есть вот эти вот задержки какие-то. Когда-то был такой рейс, но он не состоялся-то, не продолжался. Я думаю, будет развиваться. Спасибо вам большое за интервью, за то, что уделили нам время. А вы приезжайте и посмотрите. Ой, обязательно. Почувствуете, что похоже. Еще раз вам большое спасибо за интервью, за то, что нам уделили время. Смотрите на интернете, нашу природу. Спасибо. 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 Спасибо.